СВЧ-оружие похоже по воздействию на инфразвуковое, но сильнее и хитрее последнего. При помощи СВЧ-оружия можно не только вызывать эмоции, паники и физические недомогания, но полностью управлять физикой и психикой человека. Информационный СВЧ-сигнал способен передавать любая современная электроника. Он может быть вмонтирован в любую звукозапись и передаваться через теле- и радиотрансляцию. Вот оно оружие сегодня, технотронное. Мобильный телефон. Через мобильный телефон можно любую чушь вбить в голову, а самое главное заблокировать моментально любую информацию. Ваш мобильный телефон стал вашим персональным жучком. Есть программы, которые позволяют удаленно включить телефон, и он будет незаметно записывать все, что происходит. Единственный способ – вытащить батарейку. Но вот у меня айфон, а тут батарейку не вытащишь. Но вот у меня айфон, а тут батарейку не вытащишь. Мы открыли мир мобильного эфира для возможного использования криминалом, каким-то другим милициям воздействия на нашу голову. Это реально. Мы теперь держим рядом с головой свой мобильный телефон. Воздействие может быть, тем более сейчас современные мобильные телефоны, имеют полифонию, серьезную музыку передают, серьезные воздействия в этих можно закодировать любые вещи. На некий звуковой носитель, мелодию, разговор по телефонной линии, внедряется повторяющийся текст нужного внушения, но замедленный в 10-15 раз. Этот сигнал воспринимается как фоновый шум. В технической точке зрения это не так сложно здесь делать. Есть такие, так называемые, ложные станции. Перехватывается сигнал. На сигнал накладывается специально модулированный сигнал. И пересылается этот сигнал на мобильный телефон уже человеку. Главное, что человек, когда принимает этот шум, он практически не слышит. Но информацию, которая закодирована в этом сигнале, он уже принимает как за свои мысли, за свои желания. Но, естественно, через телевидение от воздействия на уровень подсознания. И 25-й кадр используется, так называемый, не только. И через телефоны воздействия, но через телефоны в основном используют не психотропное оружие, а инфразвуковое, которое я уже говорил перед этим. И это действительно убирает очень многих людей. К тому же, его применяли не только до убийства. Убийство – это когда определенная мощность. В России производятся установки, которые выезжают в место скопления людей, включаются, и у людей возникает паника, страх, они разбегаются в ужасе. Воздействие на сознание. То есть определенное воздействие, оно не вызывает смерть. Хотя и кровотечение возникает, и потеря сознания у них тоже, когда наиболее чувствительна. Но используется для того, чтобы разгнять массу людей. И это производится массово в Советском Заве России сейчас. Человек, который хоть и не показал свое железо, но, возможно, у него его и не было уже в то время, ныне уже покойный Валерий Константинович Конюка. Он возглавлял подобное научное направление в крупнейшей фирме «Энергия». Космическая фирма, но было там и такое направление. Потому что, по его словам, уже к 1986 году они могли свои генераторы выводить на космическую орбиту. И влиять таким образом на поведенческие структуры человека уже на огромных площадях. Как он говорил, ну, на территории, например, равной площади Краснодарского края. А когда вы увидите где-то в таких массовых сборщиках, стоят такие машины, крытые, и наверху там такие антенны есть некоторые, то вот большая вероятность, что именно в такой машине установлено оборудование, воздействие на толпу. При этом они могут сделать все, что угодно. Если не блокировалось бы это действие, то оранжевые революции бы уже случились бы. Потому что в этих же самых машинах могут вызывать у человека ярость, агрессию. И вот когда люди собираются представить на них, направить воздействие, вызывающие агрессию, люди будут как-то сумасшедшие кидаться делать то, что бы они в нормальной состоянии делали. Это было бы очень на руку многим, понимаете, кому. Один из вариантов использования генераторов в качестве оружия уже опробовали американцы. По замыслу военных, излучение с частотой 95 гигагерц способно быстро разгонять толпы повстанцев. Такие установки, размещенные на армейских грузовиках, получили обозначение «Система активного блокирования». Пентагон классифицировал ее как несмертельное оружие временного поражения. При кратком воздействии оно не причиняет вреда. Все попавшие в зону поражения чувствуют сильнейшую боль. Хотя то же самое инфразоковое излучение в маленьких мощностях стимулирующе действует на клетке. То, что стимулирует клетки. А только увеличить мощность, она уже становится разрушительной. Приводит к разрушению клетки и гибели, если большая мощность. Так что, к сожалению, средства уничтожения становятся все больше и больше. Они становятся все менее и менее, кольце, осязаемыми. Раньше, чтобы убить, нужно было пули пустить, или нож воткнуть, или стрелу пустить, или взорвать, или так далее. А сейчас достаточно инфразвукового излучения. И у человека или инфаркт, или инсульт умирает естественными причинами. Да? Западно, неплохо придумано. И главное, что все шито-крыто. Давно известно, на каких частотах можно, скажем, получить, ну, скажем так, полный паралич мышц. И что самое интересное, я нашел это подтверждение на одной из выставок по безопасности в конце 90-х, когда я с удивлением увидел в изделии, которое позиционировалось как охранная сигнализация для гаражей, чтобы машины не воровали. И вот на самом деле это как раз высокочастотное оружие. То есть эффект был потрясающий, как они описали его. То есть человек заходит в гараж, где стоит машина, срабатывают датчики движения, и включается вот этот вот небольшой, относительно небольшой прибор. И на 15 минут человек просто перебывает в параличе. А с другой стороны, еще действие идет очень мощное. Через телевидение, через спутники, которые облучают и так далее. Многие спутники, вы знаете, падали наши, да, и не только наши. Потому что они будут уничтожать те аппаратуры, те оборудования, которые влияло и на многие вещи. Ну, их, так сказать, не все можно убрать. Вот когда известно, что уничтожаются и следующие варианты. Но в любом случае, через телевидение идет очень сильное воздействие. Да просто установок стойкой, уничтожается одно, а не дело 10 новых. Своеобразный ПСИ-генератор можно превратить даже в обычный телевизор или компьютер. Специалистам знакомы методы внесения зависимости через визуальный канал. Ведь 90% информации мы получаем именно через него. Как считают эксперты, если проводить подобную обработку по несколько часов в сутки в режиме повтора, через несколько дней человек начнет строить свое поведение, исходя из закодированной программы. При этом вы даже ни на секунду не усомнитесь, что все решения принимаете самостоятельно. Когда мы спрашивали у человека в 85-м году, как ощущает себя, собственно, индивидуум, который находится под программой, он говорит, никак, он просто не знает ничего. У него срабатывают так называемые якоря, которые закладываются определенным образом, он сказал. Закодировать человека можно не только от табака или алкоголя. Закодировать человека можно и на эти вещи. Насколько мне известно, где-то порядка 500 наших военнопленных, которые попали в плен, значит, к афганцам, над ними там проводили опыты. Когда их сюда выводили или освобождали там по какому-то каналу, то наши работники спецслужб, они выявляли до 3-4 команд модифицированного поведения, заложенных, значит, в подсознание этих людей, которые были закрыты соответствующими гипнотическими блоками, открывались только при ключевом слове. Как определить, существует, есть ли воздействие или нет воздействия, ну, конечно, это весьма сложно. Человеку самому, например, большинство действительно грамотных воздействий постановит так, что человек даже никогда не почувствует. Один из признаков того, что у человека есть воздействие, когда человек мысит чужими мыслями и фразами. То есть, когда человек, который может сам выжать свою мысль, когда начинает выжать мысль, говорит шаблон, который вы били в голову. Понимаете? Это вот один из признаков уже зомбирования. Неважно, хорошему или плохому реакцию зомбирования. То есть, и когда человек начинает выжать мысль самостоятельно, это говорит о том, что он больше степени свободен от любого зомбирования. КОНЕЦ